В голове, сейчас-то я понимаю, что это человек, а тогда я не понимала, ну чудище или что, я не знаю. Я бабушке говорю, смотри, говорю, не хотела смотреть на небо? Посмотри, теперь вот идёт. Он широко расставил руки, ноги и так пошатывающей походкой шёл к нам навстречу. Может быть, ему неудобно было в скафандре, может быть, он хотел напугать нас, не знаю. Но вот шёл прям пошатываясь к нам навстречу. Бабушка увидела, когда схватила меня за руку и сказала, бессмелляй, и начала молиться. Начала молиться, я испугалась. Тогда, раз она говорит молитву, значит, что-то ужасное, страшное. Мы с ней развернулись и прибежали в сторону посадок. За посадкой был наш дом. Потом он крикнул, мамаша, стойте своим. Я говорю, бабушка, остановись, говорит по-русски человек, наверное. А голос был такой, как из бочки, глухой такой. Бабушка остановилась, и мы стали выходить с посадок. С посадок вышли мы когда, но навстречу уже мы не пошли. Мы стояли возле посадок, потому что так всё-таки дом поближе. Он шёл к нам навстречу, подошёл, спросил, как зовут бабушку. Бабушка сказала Яна Акимовна Тахтарова, что я жена лесника. Это моя внучка. Он спросил, как её зовут. Она сказала, Румия. Он переспросил, как. Это моё татарское имя. Она говорит, да что там Румия. Рита у неё русское имя есть для школы. Ну вот он меня назвал Ритой. С именем Рита я попала в историю. Считаю, что это имя Рита мне подарила Гагану. Потом они пошли. А бабушка спросила, а ты кто? Откуда ты? Он говорит, я на корабле. Она говорит, какой корабль? Рядом и воды-то нету. Какой корабль? Он говорит, я с неба. И я, говорит, вам покажу кабину свою. Давайте пройдём. Ну и она пошла за ним, потому что, наверное, не доверяла. Или хотела убедиться, что он точно на корабле.